Продолжим ознакомиться с тем, как представленные методы доказательства неравенства работают при решении конкретных задач. Рассмотрим следующий пример. Для положительных А, В и С доказать неравенство. А разделить на В, плюс В разделить на С, плюс С разделить на А, не меньше трех. Доказать неравенство. По-прежнему у нас А, В и С не отрицательны, а в данном случае еще и положительны, потому что они стоят вот здесь в знаменателе. Итак, доказать неравенство. С чего начать? Домножить на А, В, С. Домножить на А, С, В. Да, я согласен. Действительно, давайте умножим все. То есть, обе части неравенства на А, В, С. Наверное, не нравятся нам дроби, вот рациональные выражения не нравятся, лучше иметь целые. Итак, получим А квадрат С плюс, С сократится, А, В квадрат плюс В, С квадрат больше равно, чем 3А, С. Является ли многочлен, стоящий в левой части этого неравенства, симметрическим? Да. Симметрическим, да? Давайте проверим. Давайте поменяем местами А и С. Поменяем в этом многочлене, только переменные А и С, А, В остальные на месте. Что мы будем делать? Здесь будет у нас С квадрат А плюс СВ квадрат плюс ВА квадрат. И сравним то, что было, и то, что есть. Это одно и то же? Нет. Нет. Значит, этот многочлен симметрическим не является. И поэтому, вот, статья из Кланга, 1985 номер 7, здесь не работает. Вот вся рема Мюрхеда. Здесь диаграммы Юнга никакой нет. Я ее так вот еще изображу. Нам показалось, что, вот, на первый взгляд, что многочлену, стоящему в левой части неравенства, соответствует вот такая диаграмма Юнга. 2, 1, 0 набор чисел, да? 2, 1, 0 показателей. А многочлен, стоящий в правой части, это многочлен, встречающий диаграммами Юнга. Вот такой и такому набору показателей. 1, 1, 1. А нет, этот многочлен симметричный, поэтому диаграммы Юнга здесь не работают. Что у нас есть в арсенале? У нас есть в арсенале однородность. Мы видим, что слева и справа однородный многочлен третьей степени. Поэтому давайте пойдем по пути использования однородности. Делим обе части уравнения на С вку. И, соответственно, А1 на С, обозначенном в Х, В делить на С, обозначенном в У. Переходя только к двум переменам вместо трех, переменам Х и У, мы получим, проверяйте, пожалуйста, Х квадрат плюс Х и У квадрат плюс У больше или равно чем 3Х и У. Правильно? А теперь, посмотрите-ка, относительно Х и У мы имеем многочлены второй степени. И стало быть, мы можем использовать теперь свойства функции. Помните, я вначале говорил, ищите функцию. А вот она тут сама у нас и появилась. Значит, я предлагаю вам выбрать, какую функцию мы будем рассматривать. Ф от Х квадратичную или Ф от И тоже квадратичную. Пожалуйста, это на ваш выбор. Ф от Х. Кому предоставить правую выбор? Кто хочет выбрать? На Ф от Х. Ф от Х. Хорошо. Итак, переносим все в левую часть, группируем так, чтобы получилась квадратичная функция Ф от Х. Получится, Ф от Х равняется Х квадрат. Далее, слагаем мы в первой степени относительно Х. То есть, их два слагаемых, поэтому в скобках пишем У квадрат минус 3У и с похожим с тем плюс У. Наша цель доказать, что эта функция неоприцательна. при положительных Х и У. Давайте я здесь поставлю знака вопроса на то, что мы доказываем. И вот смотрите, после этого вот эта задача, которую можно считать олимпиадной, превращается в стандартную школьную задачу. Надо исследовать квадратичную функцию, зависящую от параметра Х независимые переменные, а У параметра. Итак, квадратичная функция с параметром. Сразу видим, что ветвь парабола направлена вверх. Давайте нарисуем график этой функции. Как будем мы поступать? Здесь с чего начнем? Координаты вершины. Да, координаты вершины. Давайте напишем Х вершины. Наша задача состоит в том, чтобы исследовать эту квадратичную функцию, зависящую от аргумента Х и зависящую от параметра У. Давайте мы будем использовать здесь не абсциссу вершины, а обратим внимание на возможные нули этой функции. Нули этой функции. Наличие или отсутствие нулей функции, или что то же самое, как и соответствующие квадратные трехчлены, зависит от дискримината. Посчитаем дискриминат, соответствующий квадратным трехчленам. Он зависит от У. Это В квадрат минус 4 АС. И квадрат минус 3 И квадрат минус 4 И равняется. Получается многочлен четвертой степени, но не будем этого бояться, потому что он не содержит свободного члена, и И выносится за скобку сразу же, и мы получаем И умножить на И в кубе минус 6 И в квадрат плюс 9 И минус 4 Вот такой дискриминат. Чем нас радуют многочлен стоящие скобки? Кто скажет? Единица корень совершенно верна, поэтому раскладываем на множитель будет У умножить на И минус 1 Отщепляем линейный множитель. В скобках остается квадратный трехчлен старший член или квадратный свободночлен сразу определяем какой? Чтобы получить произведение минус 7 квадратный Нет, я хочу сначала свободночлен взять 4 потому что плюс 4 и линейные слагаемые сколько? 3 Ну, для того, чтобы определить надо посчитать только слагаемые с у квадратным получается минус 5 отсеки И опять получившийся квадратный сухой член имея единичный поле в итоге получаем компактное представление дискриминат У умножить на У минус 1 в квадрате умножить на У минус 2 Вот такой дискриминат А теперь вопрос Нам нужно доказать неравенство относительно функции f Обозначив его цифры 5 вот на доске Вот это неравенство Мы получили выражение для дискримината Вот оно здесь написано Скажите при каком у при каких значениях у мы сразу можем сказать что неравенство 5 выполнено Громче пожалуйста Совершенно верно Если У меньше 4 то дискриминат анициативный корней нет и поэтому парабола соответствующая не пересекает ось х осталось рассмотреть на первый взгляд неприятный случай когда у больше 4 у больше 4 тогда наша парабола пересекает ось х пересекает ось х но надо выяснить как она пересекает в каких четвертях и посмотрите как произведение корней или нулей этой функции какое познание потеряем потеряем веры сменами произведение корней рома свободного члена у нас у больше 4 значит корни что можно сказать о знаках корней или отрицатель то есть они одного знака корни одного знака но если у больше 4 то они могут быть положительными если у больше 4 то их сумма корней отрицатель это корней х1 плюс х2 сумма корней равна второму коэффициенту спросу кого уже на то есть 3 у минус у ну если у больше 4 то сумма корней отрицатель значит они отрицатель отрицатель оба корни отрицатель и поэтому вот если сюда дорисовать ось ординар справа от обоих корней корни отрицатель и при положительных х а у нас такое функция положительная значит нерависть это доказано подводя итог можно сказать что мы использовали лишь для наказательства 4 однородность а потом исследовали квадратичную функцию причем решение довольно продолжительное требует таких исследований и так и так и